Да, запись пошла. Отлично. Включаем презентацию. И поехали. Секундочку. Разберу сейчас технические моменты. Так. Я бы хотел добавить, что… А, все уже, да? Да. Итак, друзья, давайте представлюсь. Меня зовут Алексей Гранкин. Я профессиональный инвестор уже с определенным стажем, более 2,5 лет. Инвестирую в сферу криптовалют достаточно успешно и для себя выбрал одним из направлений компанию EXW, о которой сейчас будет идти речь. Рад вас всех здесь видеть. Спасибо, что уделили время. Поэтому давайте перейдем сразу к делу. Сегодня я расскажу вкратце, что же такое EXW, кто основал эту компанию, из чего, в принципе, строится вся эта структура. Об экосистеме затронем несколько моментов и в целом о новой экономике, что предлагает на сегодняшний день компания. Итак, друзья, EXW, прежде всего, развивался как платежный сервис, то есть компания Viva Payments, ей уже 2,5 года. И те, кто основал эту компанию, они изначально строили платежную систему для B2B бизнеса, ну, для B2B, то есть для бизнеса, для предпринимателей. Когда у них это хорошо начало получаться, они задумались о розничных клиентах, о клиентах тех, которые пользуются в криптоиндустрии криптокошельками. Они разработали свой кошелек собственный и вокруг него начали строить экосистему. Что же такое на сегодняшний день EXW-кошелек? Это реальное решение проблем старой экономики. Мы все знаем, насколько криптовалюты сегодня, это экологично, это быстро, это низкие комиссии, и все вместе взятое. Мы все это прекрасно знаем. Кто не знает, ну, ознакомьтесь с этой информацией, мы на этом долго заострять внимание не будем, потому что сейчас мы двигаемся очень-очень быстро вперед, технологии очень быстро развиваются, и поэтому здесь необходимо быстро впитывать информацию. Только в этом случае у нас будет успех. Итак, что же такое EXW-валид.com на сегодняшний день? Главной офис компании на сегодняшний день в Евросоюзе. Компания имеет лицензию в Лихтенштейне. Компания называется EXW Global AG. Это акционерное общество, которое стартовало в августе 2019 года официально. Стартовало оно из Словении, соответственно, когда первая юрисдикция была подключена. Центральный офис находится в городе Клагенфурт. Это Австрия, там, где находится вся команда, разработчики, трейдеры и так далее. И уже на сегодняшний день корпоративная вся команда составляет более 100 человек. Предпусковую стадию, понятно, уже компания прошла, уже компании более полугода в том виде, в котором она сейчас находится. Поэтому сейчас уже она набирает ход. Я расскажу о том, как она набирает ход чуть позже. Итак, кто же у нас основали компанию? Основали компанию три человека. Бенджамин Херцог, Мануэль Батиста и Пирмин Трогер. Три молодых человека, достаточно молодых, которые работали каждый в своей индустрии, потом встретили друг друга и решили объединить свои усилия и предложили то, что мы сегодня на сегодняшний день имеем. Бенджамин Херцог – это айтишник, это выходец из банковской структуры, человек, который разрабатывает блокчейн-структуры для разных проектов, разрабатывал и сделал в том числе свой проект EXW. Мануэль Батиста и Пирмин Трогер занимались отдельным направлением, обучением и присоединились к проекту вместе с Бенджамином. 1 августа стартовал официальный проект и на сегодняшний день он успешно работает. Я расскажу чуть позже, за счет чего это происходит. Итак, на сегодняшний день существует веб-версия мобильного кошелька. Мобильное приложение стартует в феврале, я о нем тоже чуть позже расскажу. На сегодняшний день это одно из самых удобных, один из самых удобных интерфейсов для обмена криптовалют, для хранения криптовалют. Те, кто пользовался им, наверняка заметили быстроту действий, быстроту обмена. Это моментальный обмен, моментальная ликвидность, очень высокая скорость обмена. И это реально уникальное преимущество, отличающее от других кошельков. И очень низкие комиссии. Здесь, в этом сейчас варианте присутствует несколько криптовалют, биткоин, этериум, как мы его называем, эфир. Чуть позже присоединятся другие монеты. Какие? Ну, мы увидим по факту. Также для граждан Евросоюза есть возможность пополнения счетов, пополнения своих кошельков евро. Это только для граждан Евросоюза. Если нас смотрят они, то здесь все элементарно просто. Любой гражданин может прийти в отделение банка своего, указать реквизиты, и банк переведет средства сюда. Пока для российского пространства это недоступно. Я надеюсь, это в скором времени появится. Итак, друзья, что же такое EXV-токен? За счет чего вообще все работает? EXV-токен организован на блокчейне эфира. Это стандарт ERC-20. Это позволяет ему очень быстро перемещаться между кошельками. Мы все знаем все уникальные преимущества криптовалюты этериум, на которые можно делать смарт-контракты. Это все вместе позволяет токену очень-очень хорошо использовать в этой экосистеме. Друзья, смотрите, начисление. О чем мы сейчас будем говорить? Давайте я этот слайд не буду затрагивать пока. Мы о нем поговорим чуть позже. Что же такое вообще в целом экосистема EXV? Смотрите, на сегодняшний день полноценно функционирует обменник. Вы можете менять криптовалюту из одной в другую, из биткоина в эфир, из эфира в биткоин. Также обменивать в EXV-токен. Это вам позволит также и зарабатывать здесь как инвестиционный проект. Также здесь на сегодняшний день существует торговля. 20% средств ваших торгуются лондонской компанией Crypto Consulting Limited. Все данные у вас в личных кабинетах есть, если вы зарегистрированы. Если вы еще не зарегистрированы, получите, пожалуйста, ссылки у людей, которые вас пригласили в чат, либо на этот вебинар. И, соответственно, убедитесь в этом. 20% денег – это торговля, криптоторговля на биржах. И 80% денег – это ликвидность. Что же такое ликвидность? Сейчас, на сегодняшний день, в экосистеме уже более 54 тысяч пользователей. Эти пользователи практически ежедневно заводят средства, выводят средства, выводят граждане Евросоюза фиат-средства, фиат заводят. За каждое движение компания берет комиссию. Мы все это понимаем, просто уже об этом не задумываемся. Мы, когда ходим в магазин, оплачиваем какие-то товары, везде у нас заложены комиссии, любые платежи. И это нормально. Во всем мире комиссии – это операторы, это провайдеры ликвидности. То есть тот, кто предоставляет нам возможность оплатить в супермаркете продукты, он за это получает комиссию. Также на сегодняшний день реализовывается, еще не полностью реализована, EXV-оплата. То есть планируются полноценные банковские карты. Пока не буду заострять на этом внимание, потому что все пока на финальной стадии разработки, об этом объявят дополнительно. Это даст возможность делать любые платежи, моментальные, в любой сфере. Получив свою банковскую карту, она приходит по почте. Это несложно. Кто пользовался другими европейскими всевозможными операторами ликвидности, понимает, насколько это удобно. Также стартовала автопрограмма. Пока только для граждан Евросоюза, но есть отличные новости. Что же такое автопрограмма? Автопрограмма – это долгосрочная аренда автомобилей. Давайте, например, возьмем, когда люди покупают автомобиль или берут его в кредит, они ежемесячно платят за этот автомобиль. И, соответственно, мы понимаем, что это какие-то ежемесячные платежи. Здесь компания полноценно предлагает брать в долгосрочную аренду автомобиль, заплатив ежемесячный платеж, фиксированный, положив на депозит определенную сумму для граждан Евросоюза данная функция уже доступна. Но и хорошая новость. Уже буквально в феврале мы ожидаем, что компания уже объявила, ну, не официально пока, но уже мы знаем, что компания заключила контракт с одним из крупнейших мировых операторов аренды автомобилей. Что это нам дает? На сегодняшний день есть информация, что эта программа может стартовать одновременно в 130 странах мира, включая Российскую Федерацию, Украину, Казахстан. И это очень крутая новость. Мы осталось совсем чуть-чуть подождать. Мы об этом узнали буквально недавно. Поэтому все подробности мы будем давать в чате, мы будем давать в телеграм-каналах. Пожалуйста, наблюдайте за этим. И осталось совсем немного. Я реально этого жду уже с осени. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Также в этой экосистеме есть проект «Недвижимость». Реалы стоит «Клауд». Что же это такое, я тоже чуть позже затрону. Обменник, я уже сказал, он простой, удобный. На этом заострять внимание не будем. Те, кто пользовался, понимают, как это удобно. Те, кто не пользовался, присоединяйтесь, попробуйте. Просто хотя бы ради интереса. Итак, про торговлю я тоже сказал. 20% средств торгуются криптоконсалтинг-компании. Можете в личном кабинете все данные подтянуть. Я о них тоже сейчас расскажу, где данные у нас будут. На одном из слайдов я расскажу более подробно. EXV Cloud Pay тоже проговорили. Автопрограмму проговорили. Я просто быстро слайды листаю, чтобы оставить нам чуть больше времени на вопросы. Я очень хочу с вами пообщаться, кто здесь у нас сегодня присутствует, и на все вопросы ответить, потому что презентация у нас проходит еженедельно, общение не так часто происходит. Итак, Real Estate Cloud на сегодняшний день доступен в Азии. То есть тот, кто сейчас инвестирует в Real Estate Cloud, и их свои, и их свои токены, они, соответственно, размещают это в азиатскую недвижимость. Есть фиксированная доходность, которая вам позволит дополнительно получать к вашему основному доходу, дополнительно получать доходность. И это круто. Я расскажу чуть позже, почему это круто. Там будет один из слайдов. Более подробно расскажу. Авиапрограмма в разработке. Давайте не будем пока на ней заострять внимание. Она в разработке. Скоро будет все готово. Тоже более подробно будем останавливаться на ней. Что на сегодняшний день уже есть. Компания EXW получила номинацию на блокчейн-ивенте в Таиланде. Был один из крупнейших блокчейн-ивентов, и она получила номинацию как лучший криптопровайдер, как лучший сервис-провайдер, как лучший провайдер-услуг обмена и хранения криптовалют. Об этом написано в прессе. Можно ознакомиться. В принципе, несложно поискать. В интернете вся информация есть. Ну, в принципе, так это выглядит. Next Block Conference называлась. Это было в ноябре 2019 года. Тоже можно ознакомиться с этим и прочитать все. Так, ну, так выглядели награды. В принципе, тоже не будем на этом останавливаться. Да, наши основатели, основатели компании получили тоже индивидуальные награды как лучшие блокчейн-предприниматели 2019 года до 30 лет. То есть они были признаны лучшими блокчейн-предпринимателями в индустрии. Эти награды они получили. Они у вас сейчас видны. Ну, так это выглядело. Здесь ничего необычного. Это в интернете можно посмотреть картинки. Итак, компания на сегодняшний день имеет, вот давайте на этом остановимся, более подробно. Компания на сегодняшний день имеет 10-летний план развития. Почему компания так уверена в этом? Мы все знаем, что блокчейн-индустрия, она достаточно молода. И сейчас она реально делает только первые шаги большие вообще по миру. Потому что не везде эту индустрию признают, не везде она легитимна. Где-то страны уже, которые абсолютно принимают тот же биткоин, где-то токенизированная экономика уже прописана полностью. Такая юрисдикция, как Лихтенштейн, она полностью прописала все условия для развития токенизированной экономики. То есть любой проект, который хочет развиваться, Лихтенштейн, Эстония, это одни из лучших сейчас юрисдикций для развития ваших проектов. Имейте это в виду. Да, тот, кто хочет ознакомиться лично с этим десятилетним планом, есть такая возможность. Это не в открытом доступе в офисе в Клагенфурте, в Австрии. При подписании документов о неразглашении любой человек при посещении офиса может ознакомиться с этим десятилетним планом, десятилетней стратегией и узнать все подробности. Почему это все так выглядит? Потому что, ну давайте возьмем пример. Вот компания Apple, она нас абсолютно не ставит в известность о своем развитии. Она только нас ставит в известность о своих анонсах, которые произойдут в ближайшее время, полгода, год, максимум год. Поэтому компания EXW тоже идет по этому пути, как и Amazon, как и Google. Она, у нее есть стратегическое развитие, есть стратегический план, а есть планы те, которые она с нами делится каждый квартал. Я расскажу об этом тоже чуть позднее. Итак, здесь на этом слайде видны все адреса. Это, в принципе, информация с основного сайта EXW-wallet.com. Центральный холдинг находится в Лихтенштейне, то есть головная компания, акционерное общество, управляющая компания находится в Лихтенштейне юридически. Центральный офис находится в городе Клагенфурте, Австрия. Также есть представительство Азии, в Бангкоке, а, на Пхукете, извиняюсь, на Пхукете, да, здесь тоже адреса указаны, то есть официальное представительство в Азии уже есть. Это нам дает четкое понимание, что там тоже работает компания официально, потому что Таиланд одна из тоже удобных юрисдикций, где можно работать в сфере криптовалют. Здесь указан торговый партнер Crypto Consulting Limited, вы видите, можете ознакомиться с номером лицензии, ее адресом. Если в интернете наберете данные, все можете всю эту информацию проверить. Здесь есть веб-сайт, email, можно все написать. Также обменный партнер основной, который дает основную ликвидность, это Viva Exchange, находится в Эстонии, в Эстонии, в Таллине. Я об этом уже чуть раньше говорил, что Эстония один из самых удобных сейчас инструментов для построения блокчейн-проектов. Давайте так, я сейчас компенсационный план, маркетинг-план пролистаю полностью. Мы не будем на этом заострять внимание, потому что мы поговорим об этом чуть позже. Я сейчас хочу просто поделиться, какие в ближайший квартал планы лично у меня и лично у компании, у нашей команды. Давайте я вот это все пролистаю, мы не будем это смотреть. Сейчас, секундочку, я пролистаю. Просто на этом не заострять внимание, потому что есть люди, которые сейчас новички, которые ничего не поймут, и это все отдельная история, потом лично проговорим. Так, секундочку пролистаем. Да, вот, давайте здесь более подробно остановимся. Смотрите, 4 января 2020 года в городе Висбаден прошла первая мировая конвенция EXV Convention. В городе Висбаден, Германии, собралось более 3000 людей, чтобы увидеть и услышать новости компании. Данное событие, оно имеет годовой характер, то есть это одно событие EXV Convention, только оно разделено на 4 части. Каждый квартал в разных точках мира будет проходить мероприятия, которые будут приоткрывать завесу планов и действий компании. Что на сегодняшний день уже нам известно, а что озвучили на конференции Висбадене. Я имел честь присоединиться на эту конференцию, я был там, я слышал все, видел все, видел документы. Это очень внушает доверие. Компания сделала на высочайшем уровне мероприятия. Свет, звук, организация, кейтеринг, сцена, дисплей было сделано на высочайшем уровне. То есть команда, которая занималась, мы ее отдельно благодарили, которая занималась организацией, это команда, которая занимается ивентами самыми крупными по всему миру. То есть здесь все произошло на высочайшем уровне. Итак, давайте к делу. Смотрите, уже в феврале стартует свое мобильное приложение EXV One. Это очень крутое приложение, в котором будет внутри, первое, ваш личный кабинет. Вы можете внутри управлять своими финансами. Оно будет доступно сразу и на iOS, и на Android, и даже будет доступно для Windows Phone. У кого-то еще есть такие телефоны, для них тоже будет доступно. Что на сегодняшний день это такое? Внутри личный кабинет. Вы управляете своими финансами с мобильного телефона. Вам не нужно уже пользоваться веб-интерфейсом. Здесь все будет внутри. Также мы все знаем, что внутри личного кабинета можно обмениваться токенами, перегонять их между клиентами. Так вот, в мобильном приложении EXV One это будет реализовано еще дальше, и еще лучше. Там будет внутри мессенджер, где все клиенты EXW со всего мира будут видны. Вы можете их видеть. Это как Telegram. Можно будет переписываться, обмениваться контентом. И прямо в мессенджере обмениваются EXV токенами. Это очень круто. Я когда об этом услышал, это здорово. Теперь не нужно вводить там кошелек, вводить там логин, ник. Переписываясь напрямую с человеком в мессенджере, ты можешь ему отправить как картинку. Можно будет отправить ему EXV токены. Это здорово. Также внутри будет социализация. Можно будет шерить информацию, как в Instagram, постить stories, делиться контентом. То есть, если есть блогеры какие-то, либо хотят стать блогерами, эта платформа EXV One тоже даст такую возможность. Также внутри присутствует видеосвязь, видеозвонки, как WhatsApp, как FaceTime. То есть, это можно тоже будет делать. Все это внутри будет реализовано. Так, по приложению. Также будет внутри еще обучающая платформа, что очень важно для новичков, скачавших приложение впервые, будет обучающая платформа, которая вам даст возможность изучить все абсолютно в одном месте. Старт февраль. Едем дальше. Это первая новость, которая прозвучала в Избадении, она такая очень серьезная. Ну, тут, в принципе, показан пример, как это выглядит. Там же, прямо на сцене, были нам продемонстрированы все возможности приложения. То есть, оно уже готово, будет анонс, то есть, релиз в феврале. Автомобильная программа. Я вам уже проговорил. На сегодняшний день автомобильная программа, она реализована, гражданам Евросоюза доступна, и в ближайшее время, мы ожидаем февраль, что будет доступно для 130 стран. Анонс еще будет, нам осталось только чуть-чуть подождать. Об этом много говорилось, и очень много людей со сцены прямо забирали автомобили за заслуги, кто-то за заслуги, кто-то за бонусы. Машины забирали прямо со сцены. Там у нас в зале находились автомобили. Я чуть позже расскажу, там будет видно, как эти автомобили забирались. Что еще важно? Озвучили планы по недвижимости. На сегодняшний день компания EXW Global AG обладает недвижимостью на Пхукете. То есть сейчас земли выкуплены, и уже стройка идет полностью. Стройка идет безостановочно. У меня сейчас знакомые люди находятся на Пхукете, они проверяли, стройка идет. Сейчас покажу фотографии. Уже известны планировки. Первые 12 вилл инвестиционных уже строятся. Срок сдачи вилл 9-10 месяцев. То есть мы ожидаем, что в 2020 году все работы будут закончены по этим виллам. Местонахождение вилл это остров Пхукет. В 25 минутах езды от аэропорта. Здесь указано красным значком местоположение. Кто был на Пхукете, знает, чуть южнее находится самое популярное направление Патонг-Бич. На севере находится аэропорт. И чуть-чуть восточнее, где вот это большое синее поле, это национальный парк большой. Здесь строятся эти виллы. Что здесь еще важно понять? На сегодняшний день компания имеет возможность выкупать дешево земли в больших объемах и строить недвижимость. Вот мы как раз размещая свои EXV-токены в Real Estate Cloud, мы компанию спонсируем, чтобы она при отдаче нам фиксированной доходности развивала именно это направление. И меня это лично как инвестора очень радует, потому что это реальная недвижимость, это реальная диверсификация компании. Еще очень важный момент. Кто тоже следит за новостями, на Пхукете сейчас строится высокоскоростная магистраль и железнодорожная, и автомобильная из Бангкока. То есть, когда она достроится, а планы озвучиваются где-то год-полтора, можно будет из Бангкока добираться на Пхукет, то есть сейчас это занимает 7-8 часов на автомобиле, можно будет добираться в два раза быстрее. И как раз вот эта скоростная трасса, она будет практически примыкать к месту строительства вилл. Это тоже очень важный момент, он нигде не обозначен, но об этом говорили, что когда скоростная магистраль будет, она как раз будет идти практически до Бангкока и практически от самых вилл. Для чего вам эта информация? Не знаю, мне эта информация очень полезна, потому что я знаю, что компания реально строит. Здесь указаны как раз все адреса, можно зайти на сайт, проверить всю информацию. Вот так это выглядит на сегодняшний день. Вилла вот в такой степени готовности, какие-то уже высокой степени готовности, где-то стоит уже каркас здания, где-то еще там бассейны подготавливают, то есть работа ведется. Перейдем к автопрограмме. На этой фотографии вы видите Ригвидаса Дилку, это партнер Андрея Кернера, моего друга и партнера, который в принципе меня пригласил в эту компанию в августе месяце. Это его партнер, который получил заслуженный Mercedes S63 AMG. И как раз здесь, в этом моменте вот этот Mercedes, он забрал прямо со сцены и уехал на нем. Это говорит о том, что компания уже активно начала выдавать автомобили. Так, друзья, едем дальше. секундочку, что-то здесь не так. А, вот. Итак, что же на сегодняшний день мы имеем? Следующее мероприятие пройдет в Дубае в апреле 2020 года. То есть те 4 месяца, которые у нас на сегодняшний день есть до Дубая, компания будет реализовывать те шаги, которые я сегодня вам проговорил. Это стройка недвижимости, это запуск мобильного приложения, это инвестиционная составляющая. Мы про маркетинг сегодня специально не говорим, это отдельная история, мы ее будем отдельно на вебинаре на закрытом проговаривать с партнерами, с активными. Поэтому я вам всем рекомендую присоединиться к компании, попробовать, как это работает и посетить вместе с нами Дубай. Промо будет на Дубай, мы его озвучим чуть-чуть позже, еще времени достаточно много, поэтому кому это будет интересно, мы обязательно это озвучим. Друзья, у меня в принципе все. Смотрите, у нас еще есть 10 минут, давайте тогда вопросы, включайте микрофон и задавайте любые вопросы, готов ответить. Алексей, спасибо большое за конференцию, ты там говорил про доходность, расскажешь, от 0 до 0,52%, как она получается. Смотрите, компания сейчас декларирует доходность от 0% до 0,32% от депозита в сутки. По факту, начиная с 1 августа компания платит максимальный процент 0,32% в сутки. Еще не было ни одного дня, когда компания платила меньше. Это мне говорит о том, что у компании очень хороший запас ликвидности, очень хороший товарооборот, очень хороший денежный оборот и мне это дает уверенность. Сейчас по факту компания дает 0,32% в сутки. Это 9,6% в месяц от депозита. Это не учитывая сложный процент. Если учесть сложный процент, то еще больше получается. При всем при этом деньги не морозятся, максимум 30 дней. Важное замечание, деньги не замораживаются. Вы можете в любой момент свои средства вывести. Единственный момент, который стоит учесть в первые 30 дней сумма депонируется. То есть если вы захотите на 28 день вывести средства, то компания заберет себе комиссию 10%, потому что средства в работе находятся, но на 31 день проблем нет. Поэтому здесь необходимо такое терпение в первый раз 30 дней потерпеть. И потом средства абсолютно доступны, без всяких комиссий. Единственное, комиссии блокчейна. Когда вы будете выводить биткоин в эфир, соответственно, с вас блокчейн данных валют будет брать комиссию. Алексей, вопросик. Как раз в продолжение. Те средства, которые начисляются ежедневным бонусом, при их выводе раньше 30 дней, тоже начисляется комиссия? Нет. Андрей, смотри, ты имеешь в виду те средства, правильно я понял, те средства, которые ежедневно начисляются, да? Да, да, да. Те средства, которые начисляются ежедневно, они доступны к выводу в тот же момент, как они начисляются в комиссии. Ага, отлично, спасибо. Да, то есть в 11, в 11.20 по московскому времени происходит начисление, и когда ваша доходность к вам в кабинет попадает, вы имеете право распоряжаться ей как угодно. Первое, вывести ее в криптовалюту, оставить ее в EXV токенах, ну и третье, реинвестировать. Ну, в принципе, что я и делаю. Каждый день реинвестирую и получаю сложный процент. Россиянам на данный момент доступен вывод в криптовалюте, правильно я понимаю? В криптовалюте, да. Я скажу так, мы сейчас активно работаем над вопросом, чтобы в российском правовом поле попробовать потестировать один вариант. Этот вариант сейчас в разработке, но пока недоступен, пока только в криптовалюте. Да не, не страшно, это просто уточняющий вопрос. От нас это никак не зависит, это зависит всего лишь от правового регулирования страны. То есть, как будет регулирование, я думаю, проблем не будет. Вот как в Таиланде. Фиатный шлюз, пожалуйста, деньги на карты выводятся на любые банковские в Европе, пожалуйста. Так, Алексей, приветствую, это Анатолий. Да, Анатолий, привет. Да, смотри, тут часть моих вопросов, часть меня просили специальное место задать. Вот, спрашивают PDF-файл, есть ли какой-нибудь PDF-файл или что-то с условиями сотрудничества для инвестора. Желательно, чтобы там были данные все, то есть баланс и аудит. Есть что-нибудь такое? Так, давай разделим на несколько частей твой вопрос. Баланс и аудит, это ты имеешь в виду внутри компании, да, которая проходит, внутри компании? Да, да, да. Смотрите, в личных кабинетах доступны отчеты по трейдингу компании Крипто Консалтинг за сентябрь, октябрь, ноябрь и я надеюсь уже за декабрь появился, честно не проверял. За ноябрь точно уже есть, это отчетность по трейдингу, то есть что происходит с 20% ваших средств. Про 80% средств компания будет отчитываться, я уверен, пока не отчитывается перед нами, но она отчитывается перед теми налоговыми органами, где находится юрисдикция. Перед нами пока нет отчетности этой. Это касаемо баланса и аудита. касаемо договоров между клиентом и компанией, я правильно понял вопрос, Анатолий? Ну, договор тоже, да-да-да. Договор. Как такового сейчас договора нет, то есть бумага какая-то не подписывается, но в наш цифровой век в принципе, сейчас в этом необходимости я считаю нет. Любая бумага, которая подписывается, но вы знаете, она имеет либо какую-то юридическую силу, либо не имеет юридической силы, поэтому здесь соглашаясь с условиями оферты, ну, уже вы заключаете какое-либо соглашение с компанией, и это соглашение как раз и прописано в личном кабинете, вы можете с этим ознакомиться, там есть такое. То есть это именно договор оферты, а какого-то договора, ну, такого юридического, там, с печатью, тем более нет, да, пока что? Я даже больше скажу, его практически нигде в мире нет в криптопроектах, ну, вот нет, единичные случаи, и если они есть, я тебя очень попрошу внимательно ознакомиться с этими договорами, с каждой строчкой, внимательно, с юридической точки зрения, какие риски клиент на себя берет со своей стороны, какие риски компания на себя берет со своей стороны, вот внимательно ознакомься, если есть такие примеры, я все примеры во всем мире изучил, я слежу сейчас за 25 финансовыми инструментами со всего мира, и поверь мне на слово, что практически нигде нет гарантии, гарантии, вот, слово гарантии, практически нигде нет гарантии, это инвестиции, мы это понимаем. Так, хорошо, и тогда по поводу гарантии еще, почему нет чего-то наподобие там стабилизационного фонда, или прописанного там уставного фонда, вот, это есть что-то похожее или нет ничего такого? Уставной фонд, смотрите, есть немецкая компания, которая застраховала компанию криптоконсалтинг на 10 миллионов евро, застраховала именно криптоторговлю, то есть эти данные все тоже есть в личном кабинете, можете ознакомиться. Я, дайте добавлю, Алексей, да, с твоего позволения, пробивал компанию, называется хайкос.д, это мировая компания страховая, которая уже там на рынке несколько прям, ну, мастодонт вообще по страховкам, и действительно там на 10 миллионов, то есть можно пробить всю эту информацию, застрахованную именно вот торговлю, вот эти 20 процентов. Я так думаю, что будут они расширять эту страховку, потому что все больше и больше привлекается средств. я понял, это именно страховка, а стабилизационный фонд для уставного фонда какого пока нет, да? Он есть, на сегодняшний день капитализация компании составляет 115 миллионов евро, это информация официальная, 54 тысячи пользователей, 115 миллионов евро, это то, что сейчас находится в системе. Это же не уставной фонд, или это же это просто Что значит уставной фонд в твоем понимании? Уставной фонд это когда, вот я знаю, здесь вот есть в чате предприниматели, я вижу вот уставной фонд, вот давай возьмем ООО российское, сколько в российском ООО сейчас по правилу уставной капитал? 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Я не подскажу. Я просто могу привести, я почему спрашиваю, есть там, допустим, один инвестиционный фонд, не буду там называть семен, у них непосредственно уставной фонд составляет, это прописано, 50 миллионов долларов. То есть, эти 50 миллионов долларов лежат, они как бы законодательством гарантируют то, что как бы эти 50 миллионов долларов в случае чего они забираются государством, и государство за счет этих 50 миллионов раздает инвесторам деньги. Слушай, ну это круто, если у них это все прописано юридически, если у них юрисдикция позволяет это прописать,